Москва. Дом российского исторического общества. В этих стенах состоялась презентация книги «Линии роста. Памятники историко-культурного наследия пограничей России XVI-XVIII века». Дошедшие до нас памятники фортификации русского пограничья – это следы долгого исторического пути, свидетельства невероятного упорства наших предков, сумевших построить самое большое в мире государство. Разговор о них имеет огромное общественное значение и совершенно уместен в год культурного наследия народов России. В 2021 году российское историческое общество приступило к комплексному исследованию сохранившихся памятников, связанных с оборонительными линиями XVI-XVIII веков. Результатом труда стала эта книга. В ней рассказывается о 19 субъектах России, на территории которых сохранились объекты, связанные с оборонительными линиями. Издание почти 400 страниц подготовлено Российским историческим обществом, Институтом археологии Российской академии наук, Федеральным архивным агентством и Институтом археологии при поддержке фонда «История Отечества». Принимая решение о расширении географии этого проекта, мы руководствовались тем, что так называемые засечные черты представляют собой единую систему фортификационных сооружений, которая опоясывала все пограничья. Поэтому их эффективное изучение должно осуществляться лишь комплексно. В книге собраны сведения о более чем 100 объектах, связанных с оборонительными линиями. Она охватывает три века истории отечественной фортификации. От укреплений эпохи Ивана Грозного до артиллерийских фортов Екатерининского времени. На протяжении нескольких веков возведение пограничных засек, крепостей способствовало укреплению суверенитета нашей страны. Памятники засечные черты, выразительные памятники. Это памятники военной истории, это крепости, это оборонительные линии. По ним есть замечательные архивные материалы, но они сложны для изучения, поскольку раскопки их дают довольно мало находок. Их трудно датировать и не так легко подступиться к их археологическому изучению. Современные средства визуализации позволяют увидеть эти памятники как целостные объекты, документировать детали оборонительных сооружений, и они становятся гораздо интереснее. В скором времени планируется начать работу над вторым томом альбома «Линии роста». В него войдут столь же подробные сведения о памятниках культурного наследия, связанных с оборонительными линиями Сибири. Кроме того, Сергей Нарышкин предложил изучать древние погранобъекты и на территории Донбасса. Считаю целесообразным взяться за изучение объектов, связанных с засечными чертами на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Украины. Эти археологические памятники, в первую очередь относящиеся к изюмской черте, служат наглядным подтверждением того, что освоение слабожанщины началось с городов-крепостей в Диком поле, которые возводились и русскими, и русскими малороссами для защиты их общего отечества, нашей России. Среди будущих задач создание онлайн-карты, на которой будут показаны исторические памятники, а также проведение цикла просветительских мероприятий в 19 регионах, сохранивших наследие. Перспектива развития проекта планируется создать онлайн-карту, на которой показать эти объекты и сохранившиеся памятники, и проводить в тех регионах, где сохранилось это наследие, просветительские мероприятия. Кроме того, до конца года будет объявлен конкурс на разработку макета типового памятного знака. Каждый такой знак может быть снабжен QR-кодом, чтобы туристы и местные жители имели возможность узнать, что это за объект и с какой целью он был построен. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова